На этих кадрах очередная встреча наших баскетболистов с гостями. Наши сразу пошли в атаку. С первых минут Алтай-баскет, что называется, ввел игру. Противник «Зенит-2» из Санкт-Петербурга явно пасовал перед напором барнаульцев. В середине второй десяти минутки наши превзошли сами себя. В течение трех минут набрали 12 безответных очков. 43-28. По мнению нового директора клуба Дмитрия Гладких, одна из причин такой активности, то, что игроки после двух месяцев задержки заработной платы вновь стали получать положенное по контрактам. Почему Алтай-баскет при предыдущем управляющем оказался в финансовом минусе, еще предстоит выяснить. Но главное, говорит Дмитрий, развивать алтайский баскетбол. Совместно работать в федерации, клуб и школа. Ну и чтобы наши, наверное, воспитанники, которые у нас в последнее время, к сожалению, уезжали из Алтайского края, возвращались к нам, ну и школа давала подпитку. Назначение Гладких многих удивило. Журналист, не управленец, не бизнесмен справится ли, не станет ли пешкой в руках Минспорта. Руководитель ведомства Алексей Перфильев заверил, от Гладких требуется не столько опыт, сколько умение вдохновить и объединить всех, кому важен баскетбол. По сути, сейчас на Алтае вводят новую систему управления спортклубами. У нас уже в активе есть те изменения в хоккее, которые начали, предварительно есть у нас результаты. Мы понимаем, что тогда, когда коллегиально, публично и открыто, прозрачно, это работает. Мы хотим, как минимум, здесь сделать такую же систему. В итоге первый домашний матч барнаульцы завершили в свою пользу 85-74. А вот уже следующий поединок, который состоялся на следующий день с тем же «Зенитом-2», проиграли 63-70. Питерсы показали нашим, что расслабляться рано. Теперь Алтай-Баскет отправится в Иркутск, где 31 января и 1 февраля померятся силами с местным Иркутом. Именно это сибирское дерби определит, какая из команд напрямую попадет в плей-офф, а какая через сито дополнительного розыгрыша. Илья Кочетков, Александр Антропов. День с толком.